Севастопольское информационное бюро Первые новости города В студии Диана Тырмус Здравствуйте Утром 29 апреля Севастополя в сторону Ставропольского края Выехала колонна ретроавтомобилей Автопробег в честь Воссоединения Крыма с Россией Организован Ставропольскими автолюбителями Он собрал около 15 машин Из Севастополя, Симферополя И Невинномыска В Краснодаре к ним присоединятся И другие участники В интернете эту машину нарекли матреной Такой же автомобиль-мотоколяска Производство Серпуховского автозавода Появлялся в фильме «Операция И» Но после профессиональной доработки Машина стала длиннее, приобрела в весе И поменяла внешность Русские орнаменты на ярко-красной краске Делают матрену похожей на декоративную утварь Расписанную хохломскими узорами Калибри Еще одна усовершенствованная Ставропольская мотоколяска На дорогах автомобили Может и уступают современным Но для езды вполне пригодны Оригинальная заводская Но несмотря на это Тоже стоит современная подвеска Стоит современный мотор Это все законодательством у нас поддерживается Технические изменения можно делать Надо пройти определенную регистрацию И такие автомобили допускаются К движению по дорогам Российской Федерации Валерий Чернецов приехал на Матрёне из Ставрополя В сопровождении других ретроавтомобилей Дорога до Севастополя по меркам России Не дальняя Около 800 километров Которые даже с остановками преодолеваются за сутки В обратный путь участники автопробега Поедут уже севастопольцами Под флагами города-героя Из Ставропольского края Развиваемся, смотрим Познаем Россию В добрый путь, поехали Через Симферополь, Керчь и Краснодар Автопробег пройдет до Невиномыска Где 1 и 2 мая будет проходить фестиваль редких машин Автошок До свидания И до новых встреч Василий Косенко, Дмитрий Фомин Севинформбюро 29 апреля в Севастополе восстановили вечный огонь У мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов Гранитные плиты, обрамляющие пламя Заменены на новые и теперь выложены в форме звезды Сотрудники коммунального предприятия Севастопольский комбинат благоустройства Очистили от грязи мемориальные доски, восстановили имена защитников Севастополя Наименование боевых частей и соединений Черноморского флота Приморской армии и городских предприятий, работавших для фронта Привели в должный вид и аллею городов-героев 13 стел украшают золотые звезды Восстановлены названия городов-героев Коммунальное предприятие выполняет поручения Исполняющего обязанности губернатора Севастополя Сергея Миняйла Из-за дождя большинство работ по уборке города И восстановлению памятников Перенесены на среду 30 апреля Полноценные тренировки сводного парадного расчета Сформированного для участия в военном параде в Москве 9 мая Проходят на подмосковном полигоне Алабина В репетиции торжественного шествия задействованы представители всех родов войск Наземная военная техника, авиация Солдаты, которые должны будут пройти маршем по Красной площади Отрабатывают каждый шаг, каждое движение Те, кто будет управлять техникой во время парада Оттачивают свое мастерство до виртуозности Все работают и днем, и ночью Для того, чтобы парад Победы 2014 прошел идеально Впервые 9 мая по брусчатке Красной площади В Москве пройдет колонна универсальных бронированных автомобилей Тайфун-К Киевская городская администрация приняла решение Не проводить военный парад в Киеве 9 мая в честь 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вместо этого новые киевские власти намерены организовать концерт и праздничный фейерверк Руководство Черкасской области отменило не только парад, но и традиционный салют Председатель областной администрации призвал жителей города отметить 9 мая под синей-желтой символикой и без георгиевских лент Во Львове ветеранов Великой Отечественной войны поздравлять не будут День Победы здесь объявлен Днем Траура 8 и 9 мая Западная Украина предастся скорби Запрещена советская символика и красные флаги Все ограничения подобного рода затрагивают Ивано-Франковск и Тернополь В Закарпатской области боевики из правого сектора обратились к ветеранам с открытым предупреждением В День Победы не надевать награды и отказаться от георгиевских ленточек Этот праздник со слезами на глазах В Стрелецкой балке на пустыре в строительном вагончике уже более 10 лет живет, а скорее выживает ветеран Великой Отечественной войны Вера Алексеевна Саватеева После развала Советского Союза из Баку в Севастополь ее привез сын, который должен был получить квартиру от Севастопольского авиаремонтного завода Не сложилось Несколько лет ветеран оббивала пороги чиновников с надеждой получить какое-либо жилье Безрезультатно Сейчас Вера Саватеева стоит в очереди за российским паспортом и надеется, что ее жизнь изменится Говорить мешают слезы Слезы обиды, непонимания и стыда за то, как приходится жить Вера Алексеевна Саватеева ветеран войны и труда Родилась в Краснодарском крае, когда началась Великая Отечественная война, ей было 14 лет Работала на нужды фронта, в колхозах и на заводах После окончания войны закончила педагогическое училище Более 15 лет учила азербайджанских детей русскому языку и литературе в средней школе города Баку Старая трудовая книжка исписана до корочки Приезжая в Севастополь к сыну, Вера Алексеевна не думала, что так может произойти Он стоял в очереди, он на вертолетке работал, второй или третий был по очереди, а потом этот Перестройка и все Удивительно, но на жизнь ветеран не жалуется Говорит, с жилищными условиями давно смирилась Маленький строительный вагончик расположен неподалеку от завода ЖБИ Он служит спальней Готовить, стирать и мыться приходится на улице Вере Алексеевне 87 лет, она с гордостью говорит, что следит за политической ситуацией в стране А у нас же есть этот интернет, да, интернет есть Мы не отстаем от жизни, живем как на курорте Только что вот условий нет Не стирать, не искупаться Летом купаемся на улице А зимой только обмываемся Я не знаю, на что надеяться Ну, как будто бы легче стало, что к России перешли Вера Саватеева живет здесь с сыном Он старается обеспечить матери достойное питание Покупает витамины и необходимые лекарственные препараты В феврале и марте Николай Саватеев охранял рубежи Севастополя на блокпосту в селе Гончарное Вера Алексеевна уверена, что в России отношение к ветеранам Великой Отечественной войны другое А напоследок Вера Саватеева упрекнула нынешнюю власть на Украине За то, что обидела фронтовиков до глубины души Лишив главного праздника – Дня Победы И объявила оккупантами Свои медали и награды ветеран войны и труда хранит в целлофановом пакетике Она давно их не надевает Маргарита Пронина, Александр Листопад, Севинформбюро Председатель правительства Дмитрий Медведев дал поручение о создании на территории Крыма и Севастополя особой экономической зоны Об этом сообщается на сайте российского правительства Решение о создании экономической зоны принимается в целях ускорения социально-экономического развития Республики Крым и города федерального значения Севастополя В этой связи Министерству экономического развития России, Министерству по делам Крыма, Министерству финансов поручено обеспечить разработку соответствующего проекта федерального закона Он должен быть внесен в правительство уже до 25 мая текущего года На президиуме законодательного собрания во вторник народные избранники обсудили повестку дня сессии, запланированной на 30 апреля На кону важнейшие вопросы – законодательная база для будущего руководства города федерального значения Повестку утвердили единогласно, хотя вопросы о новом правовом статусе у депутатов все же возникли В повестку дня предстоящей сессии предлагалось включить несколько вопросов Основные – обсуждение и принятие в первом и втором чтении законов устройства правительства и исполнительной власти города Эти законы очень важны для города Севастополя Во-первых, законы о системе исполнительных органов власти и правительстве, которые у нас сегодня должны быть рассмотрены И достаточно быстро приняты ввиду того, что исполнительная власть у нас должна быть легитимной и работать в очень быстром и оперативном порядке Выборы в законодательное собрание Севастополя намечены на сентябрь 2014 года А базы для их проведения по-прежнему нет Многие народные избранники возмутились тем, что поучаствовать в законотворчестве им возможности не дали Когда мы принимали устав, нам все сказали, что срочно нужно, крайне необходимо, город завтра умрет, если мы сегодня не примем устав Приняли, да, безо всяких этих самых А потом в народном митинге к нам все кидают, что зачем принимали устав, скоропостижно, все, хомячки и прочее Не всегда народ Севастополя понимает вот такие вещи Либо, значит, нужно ему внятно объяснять, понимаете, что ли И объяснили Советник губернатора по правовым вопросам Александр Кулагин разъяснил необходимость столь быстрого решения На сегодняшний день исполнительная власть в городе представлена одним исполняющим обязанности губернатора Возникает очень много проблем Органы, которые приезжают в федеральные И очень много из них делегируют полномочия на места Они пока не могут сориентироваться Если в Крыму там с исполнительной властью все нормально, условно, то у нас ее вообще нет, кроме губернатора Правовая основа города важна Однако подробно изучить документы у депутатов возможности не было На знакомство с пакетом новых законов у них были всего сутки Закон, к примеру, о системе исполнительных органов государственной власти в городе Севастополь А как вы ее там нарисовали, не имея административно-территориального устройства города? Это закон суперважный, который хватает все законы И о выборах, и о правительстве, и об исполнительных Ну как можно строить исполнительную власть, не понимая, какая же структура административно-территориальное отделение города? Где эти местные самоуправления? Как у нас будут определены муниципальные образования? Этого закона тоже мы пока в глаза не видели Горсовет ни один пока закон не дробанул, или, скажем, не отложил его, или даже не взял дайм-аут на его рассмотрение А последствия негативные мы уже на сегодняшний день имеем Не знаю, как мои коллеги, но много претензий поступило по закону, принятый в связи с новообложением Итог президиума Принимать ключевые для правового поля Севастополя законы сразу депутаты посчитали затруднительным Большинство из них будут рассмотрены во втором чтении Ксения Богинская, Павел Красиков, Севинформбюро Компания «Российские железные дороги» предупредила, что киевские власти ужесточили режим на пунктах пропуска пассажиров на территорию Украины Теперь все, кто едут в Крым через Украину, должны иметь специальное разрешение В этой связи компания продает специальные совмещенные билеты Чтобы попасть в Крым, пассажир покупает железнодорожный билет до Краснодара и Анапы, а к нему прилагается посадочное место в автобусе, следующем до побережья, морском транспорте до Крыма и трансфере до пункта назначения на полуострове В поездах, следующих в Крым через Украину, пассажиропоток снизился примерно до 40% по сравнению с показателями прошлого года В Севастополе проходят праздничные мероприятия, посвященные 365-летию образования пожарной охраны России История пожарной охраны начинается 30 апреля 1649 года, когда был принят наказ о градском благочине, устанавливающей строгий порядок при тушении пожаров в Москве История Севастопольской службы спасения берет свое начало еще в XIX веке, когда в центре города была выстроена первая пожарная каланча для наблюдений за городом В среду 30 апреля с 9 до 12 часов на площади имени Павла Степановича Нахимова пройдет выставка пожарной и специализированной техники Салют Севастополь! Такое название получил праздничный марафон, который стартовал в Севастопольском дворце детского и юношеского творчества 29 апреля Целый ряд мероприятий проведут коллективы дворца в ближайшие две недели Открыл марафон конкурс «Я и мой учитель» Результаты творческой работы педагогов и учеников представили школьные и внешкольные коллективы Мы пели эту песню, потому что я тоже Севастополец и я люблю свой город Я очень люблю свою учительницу Беру Владимировну и сегодня мы хорошо выступили У нас ребят очень много, они очень активные, очень творческие, поэтому кто как не они могут представлять нашу седьмую гимназию У нас очень развито патриотическое воспитание, и поэтому мы с душой подошли действительно к этой песне И наверняка люди увидят, что дети искренне, чисто и вот именно по детски все это преподнесли В программе праздничного марафона и другие важные патриотические мероприятия Сегодня же на 35-й батарее у нас начинается мемориальный час Проводят его лидеры нашего городского парламента, лидеры ученического самоуправления со всех школ города Координатором выступают, конечно, наши методисты Наталья Загородняя и Владимир Аднарал 3 мая в фойе Дворца детского и юношеского творчества будет сформирована выставка «Наши деды. Славные победы» В нее войдут фотографии участников Великой Отечественной войны из семейных альбомов воспитанников и работников Дворца У нас целая династия Насоновых в Дворце Евгений Викторович Насонов, заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым Он руководит духовым оркестром И его дочь Настя играет в этом оркестре на саксофоне А Настина мама, жена Евгения Викторовича, она у нас ведет художественную роспись, предмет такой в нашей изостудии То есть такая вот у нас дворцовая семья есть С такими богатыми корнями уходящие в историю нашей родины Вот, допустим, Настин дедушка Даже фотография 2013 года сохранилась есть Вот он еще маленький, вот он уже воин И вот он уже такой подполковник Также в программе праздничного марафона Дворца детского и юношеского творчества Концерты Народного русского оркестра «Садко» Народного хореографического ансамбля «Калейдоскоп» Народного фольклорного ансамбля «Калинка» Образцовой шоу-группы «Сюрприз» Образцового духового оркестра И масса других ярких, зрелищных мероприятий Наталья Данилова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро Отряды юнормейцев 12 севастопольских школ Приняли участие в городском этапе Военно-патриотической спортивной игры «Зарница» 28 апреля на стадионе Севастопольского центра Военно-патриотического воспитания учащейся молодежи Начались итоговые состязания Советская военно-патриотическая игра «Зарница» Не утратила своей популярности и в наши дни Напомним, первый финал всесоюзной «Зарницы» В 1967 году прошел именно в Севастополе Финальный этап Севастопольской «Зарницы» Во всех отношениях струнка, дисциплина, четкость и аккуратность С февраля по апрель проходили районные этапы «Зарницы» В которых приняли участие 57 отрядов Лучшими были признаны 12 На городском этапе ребята ожидали конкурсы строя и песни Доврачебной помощи, топографии, военно-патриотическое спортивное соревнование 30 апреля в рамках городского этапа «Игры «Зарница»» Отряды выйдут на старт военизированные эстафеты «Десант» Наша команда очень много тренировалась на этот день Мы хотели очень сильно победить В прошлом году мы почти заняли подсчетное третье место Но чуть-чуть не натянули Так наша команда тренируется каждый день Мы очень горды за то, что мы участвуем в этом военно-патриотическом спортивном конкурсе Потому что большинство наших учащихся – это дети военных И наши отцы, деды тоже воевали Мы тоже хотели почувствовать это Как это, ну, защищать свою родину И я надеюсь, что в медицине мы проявим себя лучше всего и в маршировке Игра «Зарница» для школьников 12 и 15 лет Была возрождена три года назад Севастопольские отряды принимали участие в ее этапах В России игра также популярна Мы обязательно будем продолжать городские этапы И я сейчас сделаю все для того, чтобы выйти на российские федеральные округи С инициативой поддержать нас И, конечно, я уже узнавала просто у компетентных людей Всероссийская игра «Зарница» не проводится Они проводятся по федеральным округам Поэтому мы будем стараться вот южный округ охватить И чтобы наши ребята принимали участие в более высоком уровне этой игры 6 мая у мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов Состоится торжественное закрытие игры и награждение победителей Наталья Данилова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро Союзу журналистов быть! В конце мая в Севастополе состоится учредительная конференция Севастопольского отделения Союза журналистов России Москва поддержала решение инициативной группы городского отделения журналистов Севастополя На учредительной конференции будет принят устав Севастопольского отделения Союза журналистов России и утвержден руководящий орган, Совет. Вступить в организацию могут профессиональные журналисты, представители российских масс-медиа. Согласно уставу, автоматически членами Союза журналистов России являются члены Союза журналистов СССР. То есть это ветераны, скажем так, или люди старшего поколения. Независимо от того, работают они или находятся на пенсии, они автоматически становятся членами Союза журналистов России, естественно, при своем желании. Второе. Членами Союза журналистов России могут быть все журналисты, для кого журналистика является основным видом деятельности. То есть это профессиональные журналисты, состоящие в штатах российских изданий, или журналисты, которые на постоянной основе, в качестве или договорной, или какой-то иной, там на бесплатной основе, может быть даже, постоянно сотрудничают с какими-то российскими изданиями, которые здесь у нас на территории находятся. Кроме того, согласно уставу, членами Союза журналистов могут быть иностранные граждане, ну, скажем абстрактно, филиппинцы и японцы, которые здесь живут, но работают в штате российского издания. Напомним, 29 марта в Севастополе был избран руководящий состав региональной ячейки Союза журналистов Российской Федерации. Председателем избран лауреат Международной литературной премии имени Валентина Пикуля Сергей Горбачев. В организационный совет вошли журналисты Дмитрий Жуков, Татьяна Сандулова, Надежда Хорошавцева, Сергей Кожанов, Андрей Мацкевич и Ольга Сигачева. Союз журналистов России – одна из старейших общественных организаций, входящих в мировое журналистское движение. С 1992 года Союз журналистов России возглавляет почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета Всеволод Леонидович Богданов. Актеры Московского художественного театра имени Антона Павловича Чехова на сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени Анатолия Васильевича Луначарского. Это событие, которого в нашем городе ждали давно. Коллектив театра под руководством Олега Табакова привез в Севастополь легендарную «Белую гвардию» по пьесе Михаила Афанасьевича Булгакова. Я учу театралка, я хожу смотреть спектакли. И наш театр, очень прекрасные постановки театра Луначарского. И, конечно, московские артисты. Ну, в общем, так. У нас вообще город театральный, Севастополь. Во-первых, сегодня будут исполнители, как бы звездный состав. А с другой стороны, «Белая гвардия». Наверное, ее еще раз надо перечитать. Это настолько сейчас актуально не только для Севастополя, но, наверное, в целом для Крыма. Во многом история развивается по спирали. Я думаю, что сейчас очередная спираль развития общества. И надо посмотреть, многое, по-моему, пересекается с тем, что было именно произведение великого Вулгакова «Белая гвардия». События зимы 1918-1919 годов, гражданская война, тесно сплетены с событиями в доме Турбиных. Весь спектакль проходит на скошенном металлическом помосте. По нему будто бы катится вниз вся обстановка комнат, улицы Киева. По нему постоянно приходится взбираться вверх к героям, которые преодолевают испытания судьбы. Черт, их восьми каждую минуту гасит. Какая-то часть очевидно прошла? Роль неуклюжего родственника Турбиных Лариосика исполняет Александр Семчев. Мне близок этот человечек, да, посему какого-то труда непосильного, да, то есть труда не составляла. «Милая, милая Леночка, да, 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 да. Высылаю к вам моего мальчика прямо по родственному. Приведите и согрейте его, как вы умеете это делать. А ведь у вас такая громадная квартира. Вам очень любить, уважаю вас». «Даже за внешним юмором, да, эта ситуация схвозит. Драматизм и, наверное, для кого-то где-то и драгизм. То есть у нас не было задачи, не стояло. И тогда как-то утяжелить этот спектакль, сделать его невыносимым каким-то по событийному ряду. И как-то он не должен быть тяжелым. Ну вот, на мой взгляд, мы справились с этой задачей. Хотя он идет почти 4 часа. Но, мне кажется, он пролетает моментально». Роль верного офицерской чести Виктора Мышлаевского блестяще играет Михаил Пореченко. «Сразу скажу, что вот этому театру 103 года. Сто лет здесь не было МХАТа. И вот историческое событие. МХАТ снова приехал на севастопольскую землю. Поэтому это приятно, это замечательно. Мы любим этот город. Поэтому привезли спектакль сюда. Мы – артисты. Это и есть самое главное изобразительное средство в спектакле. Поэтому будем пытаться рассказать эту интересную историю. О том времени, которое перекликается с настоящим. Оважайте, господа. Легче стало. Сразу стало легче. А что тут по тропирам делать? А, что тут по тропирам метель, мороз немцев. Эй, Люра, я бы все пропустил бы. Выступление МХАТа на сцене Севастопольского театра вызвало настоящий ажиотаж. Всего два спектакля – 28 и 29 апреля. Билеты в кассе были проданы в считанные часы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Онлайн-трансляцию канала смотрите на сервисах Диван ТВ и Гоу Веб. Новости Севинформбюро слушайте также в эфире радиостанции 102.0. Ждите новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова